Всем привет, друзья! Вы на канале Мультиспорт. Надеюсь, что заглушающий мой голос шум прибоя. Точнее, это сейчас отлив, но он все равно шумит. Ну и дорога рядом. Не буду сильно отвлекать вас от моего голоса. Надеюсь, что этот брак по звуку позволит вам досмотреть этот ролик до конца. Сегодняшний ролик посвящен теме переезда. Как это было, какие были сложности, как я перевозил велосипед. Наверняка все эти вопросы, точнее, точно эти вопросы вас интересуют. Вы писали об этом в комментариях. Поэтому давайте начинать. В целом, тема переезда, это, конечно, всегда немножко стрессовая история. Потому что вы должны продумать реально очень много вопросов. Заранее побеспокоиться о многих деталях, ничего не забыть. И тогда ваш переезд пройдет гладко, безстрессово, можно сказать, идеально. Но даже если вы все продумаете, все равно что-то пойдет не так. Итак, мой переезд из города Алматы, Казахстан, в Филиппины. Это очень долгая-долгая дорога. Это было три перелета. Один из которых был 4,5 часа, второй 10 часов. И третий уже между Филиппинских островов занял полтора часа. Тем не менее, на каждый из этих перелетов, если вы летите вместе с велосипедом, то вы должны заявить, что вы летите вместе с велосипедом. Я думаю, что любая авиакомпания в мире заставляет вас, просит вас декларировать, что вы летите со спортинвентарем. Это правило работает и в российских авиалиниях. Но у нас немножко могут где-то лояльно к этому относиться. Но в целом, мировые компании, они, конечно же, требуют, чтобы вы заранее декларировали это. Другой вопрос, насколько это продумано на их сайте. Настолько ли он хорошо работает, я имею в виду именно их сайт, чтобы вы могли без проблем найти свою бронь, свое бронирование, свой билет и добавить туда спортинвентарь. Вот в этом вопросе как раз-таки все авиакомпании отличаются. Итак, в целом, правило простое. Если вы летите, вы должны где-то на сайте, либо через горячую линию заявить, что вы летите с велосипедом. И там уже у каждой авиакомпании идут разные такие моменты. Либо она позволяет вам произвозить спортинвентарь бесплатно, либо вы за это доплачиваете, в зависимости от того, какой куплен билет. Рассказываю про себя. Я летел первой авиакомпанией из Алматы в Абу-Даби. Это была авиакомпания Vizair, это Low Coaster. У меня были реально дешевые безбагажные билеты. Так что к ним я все равно докупал обычный багаж для своей семьи. Да, у нас у каждого был чемодан. Обычный багаж. Но я вместо багажа вез велосипедную коробку. Велосипед я провозил именно в коробке. Поэтому я покупал себе не обычный багаж, а сразу именно писал, что это спортинвентарь. И платил за него так же, как я платил за обычный багаж. Около 5-6 тысяч рублей, переводя в рубли, эта сумма составляет. Что вообще нормально даже по меркам российского рубля. А Vizair это авиакомпания Арабских Эмиратов. Поэтому то, что они берут такую символическую плату за багаж, это на самом деле, ну это круто. Дальше начиналось все самое веселое. Прилетев в Абу-Даби, у нас был короткий трансфер Абу-Даби-Дубай. Ходит каждый час шаттл, автобус. Куда я коробку с велосипедом без проблем, бесплатно погрузил. И вот я уже в Дубае. Дальше мы летели из Дубая 10 часов в Манилу. Это перелет такой большой, глобальный, дорогостоящий. И вот наши билеты снова были куплены на лоу-костере. Авиакомпания Sebu Pacific. И так как мы покупали билеты уже с багажом, мой билет тоже был с багажом, но вместо багажа я должен был задекларировать, что у меня коробка велосипедная. И вот тут-то начались трудности, потому что на сайте этой авиакомпании у меня не удалось найти нашу бронь и не удалось задекларировать, что я лечу с велосипедом. Поэтому, когда я в Дубае пришел на стойку регистрации, мне сказали, что, во-первых, у тебя велосипед, ты его не задекларировал. Во-вторых, у тебя коробка, превышающая размеры, указанные на нашем сайте. И коробка, превышающая вес, указанный на нашем сайте. Поэтому, у меня, кстати, остается буквально 4 минуты, и солнце сядет, поэтому я постараюсь рассказать быстрее. Поэтому мне пришлось заплатить дополнительные деньги за оверсайз, переразмер, и за овервейд, перевес. Таким образом, ну я был готов к этому, ребята, потому что я не смог заранее декларировать. Да, в этом нет моей вины по факту, но я был готов заплатить какую-то сумму за то, что так получилось. Они с меня взяли порядка 200 долларов за велосипед вместе со всеми вещами, которые лежали в коробке. Моя коробка весила 35 почти килограмм, то есть кроме велика там было еще 15 килограмм просто вещей. Поэтому я соглашусь с этим. Но тем не менее, я же купил билет, в который уже входил багаж, и помимо этого еще доплатил 200 баксов за вот перевес и переразмер. Но все равно, тем не менее, это нормальные деньги. Могло быть гораздо хуже. Поэтому, ребята, я вас просто предупредил, что вы должны задекларировать любым способом. Позвонить на горячую линию у меня не получилось. Сделать эту заявку на сайте у меня тоже не получилось. Но зато я был готов вот к такому повороту событий. Ну и дальше уже перелет местными авиалиниями из Манилы на остров, в который я сейчас нахожусь. Я нахожусь на острове Баголь. Это провинция и маленький туристический остров Панглау, где как раз мы поселились. Так вот, вот этот уже местный перелет. За нас не взяли никакой платы за багаж. То есть изначально все это входило в прайс, который мы оплатили еще в Дубае. Так что проблем здесь не было. Единственное, что все перелеты мне нужно было багаж сначала сдавать и потом его получать и снова сдавать. То есть у меня не было такого, что багаж сам едет транзитом, что ты его где-то в начальном городе закинул и в финишном получил. Нет. Здесь каждый перелет я получал багаж и сдавал багаж. Почему, спросите вы меня? Потому что так было гораздо дешевле, чем если бы рейс был такой слитный, комплитом, что ты сразу как бы единый транзитный рейс. Гораздо дешевле, существенно дешевле. Так что это вам, возможно, лайфхак, что лучше уж вот так вот вы заплатите за свой багаж, за свой велосипед гораздо меньше. Ну и последний момент. Как вы уже поняли, я не пользовался велокейсом. Я перевозил велосипед в коробке, как раз потому, что в коробку я всегда кладу очень много вещей. И пока не понимаю. Ну, куплю я себе велокейс, будет там помещаться только велосипед, и придется еще дополнительно платить за багаж. Так что пока летаю с коробкой, она долетела без проблем. Целая, целехонькая. Велосипед я упаковывал стандартно. Заматывал во все вещи, в мягкие вещи. Немножко пользовался мягкой пленкой. Колеса карбоновые, отдельно их обматывал пузырчатой пленкой. Также внутри коробки у меня вообще все это лежало внутри обыкновенного одеяла, потому что я с собой перевозил одеяло сюда. Не захотел его оставлять, хорошее одеяло просто не захотел оставлять в Казахстане. Поэтому у меня шел так вот, слой коробки картон, потом был слой одеяла, а потом только велосипед со всеми мягкими вещами. Поэтому он долетел вообще без каких-то увечий. Все очень круто. Я доволен в целом этим перелетом. Но, конечно, было стрессово, потому что в Дубае нам пришлось очень много бегать по делам, не касающимся велосипеда. Там нужно было с антигентестом разобраться, потому что здесь на Филиппинах все еще действуют ковидные ограничения. И поэтому было очень много стрессовой беготни прямо вот с этой коробкой, потому что ее нигде не мог оставить. Это было прямо на тоненького. Мы успели прям минута в минуту успеть зарегистрироваться на вылет. Но в целом все прошло хорошо. Аэропорт Манила. Друзья, у нас остался последний перелет. В 10 часов мы уже перелетели через весь Индийский океан. И теперь у нас Манила. Местный перелет уже до острова, где будем жить. Буквально полтора часа на самолете. И мы там велосипед доехал. Весь багаж доехал. Приключений было очень много. Расскажу чуть позже. Уже на берегу моря. Ну что ж, у меня за спиной окончательно темнеет. Я поехал свою тренировку длительную дальше. Продолжаю адаптироваться к этому жаркому климату посредством своих спортивных занятий. Надеюсь, это видео было для вас полезно. Если что-то не рассказал, пишите в комментариях. Я отвечу вам. И увидимся совсем скоро. Пока, друзья. Пока.